Вечные вопросы. Как есть и не толстеть? Что бы такое съесть, чтобы похудеть? Как скинуть 10 кг за неделю? И как похудеть к Новому году рождает огромное количество сомнений, огромное количество попыток сесть на ту или иную диету. И сегодня я хочу посмотреть на вопрос похудения с другой стороны. Какие привычки существуют у девушек, которые не набирают вес? Как они питаются? И на самом ли деле низкий вес обусловлен генетикой? Меня зовут Авами Лиса. И сегодня я расскажу вам о самых главных привычках худых людей. Тех самых людей, которые едят и не толстеют. Давайте наберем этому видео 10 тысяч пальцев вверх. И прежде чем я расскажу тебе секреты худых людей, подпишись на мой канал. Тык! И включи себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы приступаем. Есть столько, сколько ты хочешь есть. Понимать свой организм и свои настоящие потребности очень важно. Есть потому, что хочет есть твой живот или потому, что ты видишь какое-то аппетитное блюдо и думаешь, может быть это съесть вроде выглядит ничего так. Очень важно различать эти два типа голода, когда ты на самом деле голодна или когда ты просто хочешь что-то съесть, потому что это выглядит ничего так. Понимание вот этой вот разницы, собственно, есть ключ к тому, чтобы не переедать и не есть лишнее. Человек, который выработал в себе привычку есть столько, сколько хочет есть он сам, а не столько, сколько от него ждут. Всегда, если нет никаких аномалий, будет стройным. Вспомните свое детство. Вы сидите, кушаете еду, которую вам дали родители. Вспомните тот самый наваристый борщ или картошку с котлеткой. И вспомните, вот вы сидите, кушаете эту замечательную еду. И вы наелись, а как бы тарелка еще далеко не пустая, и ваши родители просто не выпускают вас из-за стола и говорят, оставлять на тарелке нехорошо, доедай или ты никуда не пойдешь. Знакома такая ситуация, а ведь именно с этого момента в человеке начинает вырабатываться привычка. Привычка, которой у худых людей нет. И привычка эта есть именно столько, сколько хочешь ты, а не потому, что на тарелке еще остался супчик. Есть только тогда, когда ты хочешь на самом деле есть. А не кушать по расписанию, потому что условно придуман завтрак, обед и ужин. Сейчас я вам объясню, я никогда не завтракаю. Я просто не могу утром завтракать, мне некомфортно, я не люблю утром есть. Единственное, что я могу утром делать, это пить кофе. Но тут важно понимать, что я не завтракаю, потому что я не испытываю чувства голода всю первую половину дня. Это не история серии, где ты просыпаешься и не хочешь есть первые 40 минут, пока ты там собираешься и занимаешься своими делами. А потом ты приезжаешь условно в школу или условно в университет и понимаешь, что ты сейчас помрешь с голоду. Здесь есть колоссальная разница. Не есть, потому что тебе сейчас есть лень, или потому что тебе сейчас некомфортно, потому что ты еще не проснулась, или не есть, потому что ты в принципе в первую половину дня не испытываешь голод. Нужно понимать себя и свои потребности, и это второй ключ. Еда это не культ. Для перманентно худых людей еда не является культом. Они не находятся в домах, чтобы еще такого поесть. Их мысли не заняты этому. Они не думают о том, как бы наполнить свой холодильник, чтобы еще туда докупить. Ой, а вдруг дома нет еды. И безусловно, любой нормальный человек думает о том, что он хочет поесть, как бы много или мало он не питался. Но есть две разные вещи. Есть момент, когда у тебя пустой дома холодильник, и ты сходишь от этого с ума, и думаешь, блин, почему этого нет, этого нет, этого нет. И момент, когда ты покупаешь еду только потому что, ну, чтобы что-то съесть. И в этом колоссальная разница. И есть еще такой очень хороший метод понять, на самом ли деле ты голод. Если ты хочешь есть, скушай яблоко. Если ты не хочешь яблоко, значит, ты не хочешь есть. Это не значит, что худые люди никогда не едят вредную и неполезную пищу. Это только значит то, что их голова забита, ну, чем-то другим. Худые люди не заедают стресс. Все испытывают чувство стресса. Всем бывает порой грустно, тоскливо и одиноко. Но в привычки худых людей не входит заедание стресса, например, мороженкой или какой-либо другой едой, в частности, вредной. Действительно, когда ты заедаешь свой стресс и свои переживания какой-либо едой, тебе действительно в какой-то момент становится лучше. Но тебе становится лучше не потому что твоя проблема решается, а просто потому что идет перераспределение энергии. И вместо своей рефлексии, на которой ты сконцентрирован, все уходит в то, чтобы переварить твою еду. Однако, когда еда переварится, проблема никуда не уйдет и все вернется на круги своя. Поэтому единственное, что может случиться, это проблема ухудшится, ведь ты добавишь себе, например, еще лишних пару КГ за свой стрессовый период. Как же ведут себя в такой ситуации худые, перманентно худые люди? Они, наоборот, в моменты сильного стресса не испытывают малейшего желания поесть. Даже когда у какой-то моей подруги непростой период жизни, я имею в виду худую подругу, она не зовет меня в ресторан. Мы в лучшем случае идем в какую-нибудь кофейню, сидим и пьем кофе или чай. Только ради того, чтобы она не сидела за пустым столом. Привычка есть, что ты хочешь, когда ты хочешь и сколько ты хочешь. Все это вместе образует очень некоторое интересное сочетание. По итогу так получается, что человек может себе совершенно ни в чем не отказывать, потому что он отдает себе отчет в том, что он на самом деле хочет. У худого человека есть привычка есть то, что он хочет. Он прекрасно отдает себе отчет, что если он сегодня хочет чипсов, он возьмет и поест эти чипсы. Но это не значит, что он будет каждый день ими питаться, потому что он прекрасно понимает для себя где-то там внутри, что это не есть его необходимость. Он не испытывает в чипсах какой-то особый культ, как я уже и говорила ранее. Он просто есть чипсы, потому что ему сегодня захотелось есть чипсы. Когда для тебя нет каких-то ограничений, когда у тебя нет каких-то запретов, ты не паришься. А это значит, что ты не съешь и не сделаешь лишнего. Понимать последствия. Есть такая еда, от которой тебе в какой-то момент может стать плохо. Слишком жирная еда, слишком калорийная еда. В общем, есть ряд продуктов, от которых, когда ты поешь, тебе единственное, что захочется сделать, это полежать и поспать. Такие продукты выматывают тебя. Да, они могут быть безумно вкусные, но тем не менее. Для меня, например, это Макдональдс. Каждый раз, когда я поем Макдональдс, мне потом пипец как плохо. И я это осознаю и понимаю. Да, мне вкусно. Да, иногда хочется, но я отдаю себя отчет в том, что если я буду есть в Макдональдсе, я потом буду страдать 2 или 3 часа. И я всегда себя спрашиваю, что для тебя важнее? Пожрать вкусную еду в Макдаке? Утолить, так сказать, свое любопытство и свое желание? Или потом 3 часа валяться и думать, блин, зачем я это сделала? Я задаю себе этот вопрос. Соответственно, я не ем в Макдональдсе. Я не ем какую-то жирную пищу, просто потому что потом я себя чувствую некомфортно. Я уверена, у вас у всех есть такая еда. Поэтому напишите, от какой еды вам всегда потом становится плохо, но какую вы любите. В моем случае это Макдональдс. Подпишись на мой канал, если ты еще не подписан. Подписывайся на мои другие социальные сети. У меня есть ВКонтакт и у меня есть Инстаграм. Кстати, в Инстаграме я каждый день выкладываю свои фотографии, поэтому я вас буду ждать там. И еще у меня появился Телеграм, где я рассказываю вам все анонсы моей жизни, выкладываю фотографии, которые не выкладывают в другие социальные сети. Поэтому я вас очень жду в Инстаграме, я вас очень жду в ВКонтакте и я вас очень жду в Телеграме. Всем спасибо за просмотр и всем пока! До новых встреч, наверное!